Добрый день! Сегодня я начну рассказывать про содержимое вот этих двух безымянных коробочек. На них нет совершенно никаких опознавательных знаков, только какой-то вот карандашный символ. Не знаю, кто нарисовал, возможно, ничего не значит. Внутри похожие икосаедры. Один зеленый, а другой должен быть черный. Они не клееные, были в мешочках, внутри они лежат, без инструкций, естественно, но собранные и зато спасибо. Я примерно раз в год покупаю какие-то не очень дешевые головоломки, не очень обязательные, которые хочется, но купить их жалко. И это как раз тот случай. Два одинаковых икосаедра, но с разными наклейками. 12 цветов и 20 цветов. Производитель AJ. Редские такие головоломки, не очень популярные. Была от них булгиния, покажу чуть позже. Называется Кловер икосаедром, ну или икосаедр. Икосаедр это двадцатигранник. Каждая грань представляет собой правильный треугольник. Ну на зеленый, наверное, будет фигурки лучше видно. Зеленый стоит рублей на 700-800 дороже черный. Хотя разницы никакой, только цвет. Ну раз я взял два экземпляра, то и взял разные цвета. Гулять-то гулять. Что в них интересного? Вращаются не углы, вращаются грани. Ну и пока наклеек нет, можно спокойно это сделать. Можно менять форму головоломки, поскольку это все-таки Кловер. Будут лепестки выходить из плоскости. Если правильно все подвернуть. Выглядит это примерно вот так. Вращается пока не очень хорошо, но может быть разработается. И есть у нас два вида наклеек. Не знаю, когда будет продолжение видео. Как только удастся все это сделать. Переводной лист, которым никто никогда не пользуется. Этот комплект из двенадцати цветов. И я очень надеюсь, что получится сделать такую расцветку, как на Мегаминксе. По крайней мере, есть вот белый, серый цвета. Желтый, синий, оранжевый. Ну какие-то там в итоге подберутся. Надеюсь. А и как это будет выглядеть. Вот этот цвет будет наклеиваться так вот на вершинку. Ну и вот на эти детальки. И получается, что не одна грань одного цвета. Но сразу несколько в один цвет. И альтернативный комплект. Это двадцать цветов. Тут уже сложнее. Какую-нибудь цветовую схему сами придумаем. И здесь один цвет на одну грань. Черный экземпляр вращается примерно так же. Какие-то грани чуть лучше. Какие-то чуть хуже. Но все-таки не самый совершенный механизм. Но еще пока стикеров нет. Можно заметить такую, наверное, не самую лучшую особенность конструкции. Попробую с плоскости выдвинуть. Как-то так. Вот эти вот очень острые детали. Вот так вот особенно заметно. Можно либо пораниться, либо их сломать. Наверное, не видно. На зеленый тогда лучше. Ну и сам лепесток острый. И когда мы поворачиваем одну грань, пытаемся повернуть еще в следующую. Вот остается вот такой вот острый элемент. Травмоопасный. Ну и хрупкий, наверное. Как стикеры появятся на гранях, я продолжу. Прошло несколько дней. И вот они, два варианта экосайдров от компании AJ. Это кловер-экосайдра. И напомню, что как выглядит обычный кловер-куб. То есть вот такие вращения. Отсутствуют углы. Можно изменять форму. И все эти возможности есть и на экосайдрах. Ну, конечно, в своей манере. Также напомню, что от компании AJ у нас есть еще вот такие вот прекрасные додекаэдры. Это Болгиния. Ее я так еще и не собирал. Она с уголками. И есть еще аналог Рэдди Куба 4х4 в форме додекаэдра. Но это, конечно, глонка несложная. Собирается приятно, хорошо, хоть и не быстро. Также максимальный многогранник, который имеет коптеровидное строение, это вертолет додекаэдра от МФ-8. Здесь также вращаются такие вот элементы, как у обычного вертолетика. Но здесь уголки есть. Про эту глонку я как-нибудь отдельно расскажу. У нас же грани стало больше, чем у додекаэдра. Не 12, а 20. И это экосайдр. Причем, вот сколько я изучал информацию по ним, пока хотел приобрести, думал над этим, какую рассетку выбрать, в основном все выбирают вот такую. И чаще всего именно на зеленом цвете. Да, я сделал так же. Но поскольку я решил себе купить то, что обычно не покупаю, я сделал два экземпляра и не жалею об этом нисколько. Этот смотрится очень даже хорошо. А такой картинка мне даже в интернетах-то и не встречалось. Уж, конечно, где-то есть. И не так хорошо искал. Но выглядит прям прекрасно. Напомню, что зеленый пластик был дороже. Во время покупки рублей на 700. То есть просто за цвет пластика я переплатил. И, вероятно, это нужно только, ну, если вы очень сильно любите зеленый цвет. Так как наклейки смотрятся на зеленом похуже. Был там еще синий полупрозрачный пластик. Но такой мне просто не нравится. Я его не рассматривал. На черном пластике цвета все шикарные. Смотрятся отлично. Здесь же мы старались сделать, ну, обклеила, естественно, жена, сделать цветовую схему так, чтобы она была хорошей. Но в итоге некоторые синий-зеленые цвета вышли такими, с похожими оттенками. Вот здесь вот. На самом деле они пока не были наклеены, сильно отличались. Ну, в итоге вроде бы все неплохо. На 12-ти цветной версии удалось повторить, ну, по большей степени, расцветку Мегаминкса. То есть вот у нас белый цвет, зеленый, фиолетовый, желтый, синий, красный. Да, все как обычно. И с другой стороны, ну, более-менее. То есть если мы возьмем вот так вот, да, серый-серый, розовый-розовый, ну, это какой-то зеленоватый, оранжевый, голубой и вот бежевый-бежевый. Вроде даже, ну, вполне идентично. То есть расцветку Мегаминкса повторить на Экосайдре это не проблема. То есть да, уже не Мегаминкс. И она просто подобрала цвета по этой схеме. На 20-ти цветном Экосайдре я принял такую цветовую схему, нигде не смотрел, какая нужна. Были там пара скринов, но только с одной стороны. Я решил как. Пусть будет какое-то начало похожее, белый, синий, красный, зеленый. Вот первый центр, белый, синий, красный, зеленый. Это наша стандартная расцветка на многих головоломках. А дальше уже просто противоположные должны быть похожие. Голубой, синий, красный, бордовый подобрался. И напротив зеленого такой вот зелененький тоже. Дальше я дал свободу жене, и она выбрала что-то такое симпатичное. Единственное, некоторые вот такие зелено-синие цвета казались похожими. Вот эти вот. Изначально было голубовато, а сейчас они два с зелеными оттенками. То, что зеленый пластик все-таки через наклеечки просвечивает, наверное, немного. Ну, или оттеняет. Не знаю, как это называется. Почему важна цветовая схема? Понятно, что механические эти клонки одинаковые, да и собираться они будут похожим образом. Но, что важно, в отличие от обычного кловера, у которого все похоже, вот ребро и 4 лепестка. Здесь мы тоже можем посмотреть. Вот ребро и 4 лепестка. Но вращается-то не ребра, вращаются вот так вот грани. И эти сами ребра, которые являются ориентирами на клоббере, ну и подобным им головоломках, они перемещаются. К примеру, возьмем какое-то более яркое. Вот белое-синее. Мы вращаем так. Вращаем так. Вращаем так. И вот оно уже от своего места куда-то ушло. И ориентироваться на ребро не представляется возможным. А центров нет. Углов нет. И сейчас, если я это верну, это будет хорошо. А если нет, то будем по видео восстанавливать цвета. Ну, всего было 3 поворота, тут запутаться не так просто. Я еще полностью не перемешивал. Делал только некоторые движения. Доложу на чуть попозже. Но что здесь можно делать? Стандартный такой вот обмен. Типа пиф-пафа. Ну, если комбинировать разные движения, можно перемещать не только эти 3 лепестка, но какие-то еще. Можно делать то же самое на более симпатичном черном пластике, 12-цветном. Мне, честно, больше нравится гораздо. Визуально также вращаем грани. Здесь некоторые грани на черный крутятся почему-то получше. И вот так же поменялись синий, розовый и красный. В чем трудность-то? Нет элемента, на который нужно ориентироваться, вокруг которого нужно что-то собирать. Я для себя пока представляю стратегию следующую. Ну, где-то в каком-то месте собираем три белых ребра, расставляя их в нужном порядке. Красный, зеленый, синий. Ну, или синий, красный, зеленый, если так привычно. Белый, синий, красный, зеленый. А потом уже под их цвета подбираем остальные грани. А вот зеленый он может быть такой вот что это светло-голубой и бежевый. Но если мы зеленый-бежевый поставим вот сюда, то у розовой грани не найдется розово-бежевого цвета. А вот розово-голубой найдется. И вот таким методом возможно можно все это и восстановить. Очень похоже на орлиный глаз версия 2. Ну, или глаз дьявола. Тут, несмотря на наличие центров, которые подвижны, тоже ориентируешься на цвета и собираешь всякие похожие и проверяешь, чтобы потом рядом были совпадающие. К примеру, если возьмем вот так вот поставим зеленый-зеленый. Не факт, что фиолетовый должен быть здесь, оранжевый здесь. И только собирая следующую грань можно понять. Ну, если, конечно, не запоминал цвета. На экосайдрах цветов много, поэтому запоминать, наверное, непросто. Попробую придержиться именно такой стратегией. Что здесь, что здесь. Поначалу может показаться, что вот эти вот элементы можно взаимозаменять. Появятся какие-нибудь паритеты псевды. Но стоит помнить, что у нас ребро-то все-таки оно в ходе перемещается, но есть. И вот эти две наклейки, они на одном элементе. То есть здесь ребро двухцветное вдоль, а здесь двухцветный поперек. И никаких паритетов тут нет, просто расцветка другая, и возможно собирать будет не так сложно, а может и нет. Пока не знаю, кто собирал оба варианта, отпишитесь в комментариях. Я их после записи видео в скором времени перемешаю и буду пробовать собирать разными способами. Предполагаю, что это не очень сложная головоломка, но которая потребует времени и какого-то упорства. особенно если собирать его впервые. Давайте что-нибудь, форму какую-нибудь изменим, чтобы было представление не только о цветах, но и о джамблинге. пока еще не очень привычно это делать. Я пока тренировался, один раз перемешал так, чтобы потом долго вот эти вот ушки восстанавливал. Но все возможно из любого положения собирается не так уж сложно. Это не дешевые и не очень популярные головоломки. Кловер и Кассайдр две версии. Пишите, какая вам понравилась больше. Ну, мне вот на черном пластике просто визуально нравится это, хотя двадцатигранник разноцветный с двадцатью цветами тоже смотрится неплохо. А если будете выбирать, берите, наверное, все-таки черный пластик. Тут поярче все видно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.